В этом году цены на ячмень, пшеницу и кукурузу ниже по сравнению с предыдущими годами. В 2021 году в стране наблюдалась плохая урожайность и засушливость, из-за чего спрос на продукцию был высокий. Тогда сельхозпроизводители уже с мая продавали свой урожай по хорошей цене. А вот в прошлом году весенние полевые работы прошли плодотворно, фермеры остались в достатке. В результате продукции много, а сбыт небольшой. Сейчас рост цен вызывает возмущение среди фермеров. Плюс из-за санкций в России наблюдается импорт товаров из страны. Андрей Шляхов занимается выращиванием сельскохозяйственных культур уже 30 лет. Фермер выращивает кукурузу и сахарную свеклу на 50 гектарах земли. Он уже приступил к полевым работам. Годовой доход сельхозпроизводителя превышает 80 тысяч сомов с одного гектара. В этом году Дихканин надеется на хороший урожай, чтобы можно было продать его по выгодной цене. По поводу цен, что касаемо, я думаю, что это все от переизбытка кукурузы на рынке. Потому что 2021 год был засушливый, а прошлогодний год был более такой благоприятный для кукурузы. Урожаи были у людей. Главное, понимаете, надо вырастить экологически чистый продукт, чтобы без минимум химии, максимум органики. Вот на поле у нас раскидан куриный помет. Это чистая органика в чистом виде. От этого и качество зерна лучше. От этого, если у тебя качество зерна лучше, значит клиенты у тебя совсем другие. Всем известно, что фермеры продают прошлогодний урожай по более высокой цене весной и летом следующего года. Но, как отмечают эксперты, цены в этом году навряд ли вырастут, так как большинство фермеров сохранили свою продукцию и реализуют ее в этом году. Зачастую фермеры стараются для того, чтобы подороже продать, зиму-весну хранить данную продукцию. Но из-за того, что ее очень много, когда они открывают свои склады, то есть это обычно в конце зимы, весной, то этой продукции становится сильно много на базаре и цены на них резко падают. Связано это с тем, что фермеры не могут сами прогнозировать, какой объем продукции в этом году произведено, то есть сколько выращено, сколько полей засеяно под данную культуру. Поэтому они действуют, так сказать, вслепую. Это из-за нехватки информации. И как отмечают эксперты, специалистам необходимо ежегодно проводить прогноз, анализ, мониторинг и предоставлять фермерам необходимую информацию, чтобы избежать подобных проблем в сельском хозяйстве.